Дорогие ученики, здравствуйте! И снова я с вами. Тема сегодняшнего занятия – история появления нот. Начнём. Нотная грамота появилась не всегда. Сначала музыку пели и играли по памяти. Так она переходила от одного музыканта к другому. Но со временем произведение искажалось и теряло свою оригинальность. Люди стали искать способ, как же передать музыку такой, как сочинил её автор. Применялись разные символы, такие как запятые, черточки и так далее. И даже записывались вот так. Сейчас вам покажу. Видите, как пульсация сердца. Верхний голос, нижний голос, верхний, нижний. Даже потом нарисовали полосочку. Но певцы нелетко путались из-за неразборчивости символов. Но вся эта путаница прекратилась в начале XI века. Благодаря итальянскому монаху, музыканту и учителю пения Гвида Ореца. Он нарисовал линии, на которых разместились нотки. Линий было всего четыре. Но уже со временем появилась пятая. И ноты он записывал квадратиками. Вот так вот. Ну вот. Так он и стал изобретателем современной системы нотной записи. Гвида обучал певчих исполнению церковных песнопений. Дело это было нелегким, так как он обучал их устно. И поэтому курс обучения занимал целых десять лет. Представляете? Гвида начал отмечать звуки нотами. Потому что нота с лозинского переводится как звук. И каждый из семи нот дал название. Первое УД, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. Это первые слоги гимна Святому Иоанну. Но слог УД, первый самый, закрытый. И спеть его тяжело. И поэтому в первой половине 16 века ее заменили на ДО. ДО в переводе ДО-минус. А если ее ввести на русский, то получается ГОСПОДЬ. А последняя нота СИ, сокращение двух слов в последней строки гимна Святому Иоанну. САНСТЕ ИОНАС. И все стало проще. Теперь достаточно было записать нотами МЕССУ. И певчи могли уже сами петь. И обучение сократилось с десяти лет до двух. Представляете? И тем самым, когда ученик изучил ноты, он сам сможет с легкостью, правильно и грамотно сыграть любую музыку. Вот так. Надеюсь, вам понравилось. Ждите следующих видео. До новых встреч!